Картофель хранится при температуре плюс 2 градуса до плюс 4 градуса. Это самая оптимальная температура, при которой мы можем сохранить картофель до июня месяца. А то, может, такой сорт, как Любава, с увеличенным периодом покоя мы можем сохранить и все лето при такой температуре. У кого температура хранения нарушена, то есть 0 градуса и ниже, то значит этот картофель быстренько замерзнет, охладится. И тем самым мы потеряем практически только фон, который мы заложили на хранение. Это одна сторона. А вторая то, что перемороженный картофель, переохлажденный картофель, потом если семенной картофель будет у вас переохлажден, то сходы практически вы можете не получить. Такие охлажденные клубни, во-первых, повреждаются болезнями, интенсивно повреждаются. Второе — потеряют схожесть, и третье — повреждаются, теряют тургор, теряют крахмал, тем самым они потом ослабленно дают сходы, и вы не получите урожай. Мы находимся в хранилище, где температура хранения плюс 2 градуса. Сорта здесь у нас разнообразные. Это Тулеевский, мы знаем, это прекрасный сорт, который хранится отлично. Период покоя — это то время, при котором находится клубень, интенсивно не дышит, а то есть у него дыхание ослабленное. Процессы все окислительные идут замедленно, и поэтому у нас при такой температуре появляются росточки, они лежат до посадки. Вот это сорт такой, очень интересный сорт. Любава, я уже говорила, чем он интересный. Тем, что увеличенный период покоя. Но и самое интересное, что ультраскороспелый сорт. Мы можем получить клубни этого сорта уже в начале июля, но векционный период у него удлиненный. То есть мы можем получить товарные клубни и в сентябре. Если вы у соседа берете семена, то будьте любезны, узнайте у них, какой репродукции, где они брали эти семена, у кого они брали, сколько лет они свои семена выращивают. А только потом уже вы на своем участке эти семена сажайте. А лучше всего приедьте, посмотрите, какое разнообразие у нас сортов. Мы знаем, что очень много методов ускоренного размножения. Приобрели один клубень, здоровый клубень. Положили его на проращивание, то есть сейчас вот уже в данный момент можно положить на проращивание, на свету или в тени. По количеству глазков разделили. Вот посмотрите, глазки вот у сорта Тулеевского. Раз, два, три, четыре, пять. Вы положили все, глазочки наклюнулись и потом по количеству глазков разделили. То есть вот так. А сейчас можно сделать, что кольцевание, вот так вот провезли кольцо по периметру клубня, аккуратненько, на глубину один сантиметр. Тогда у вас поповинная часть тоже начинает расти. Тем самым вы увеличиваете коэффициент размножения или увеличиваете количество исходного материала своего, которое вы возьмете с одного клубня. Были мы в это лето на конгрессе, посвященной картофелю, первый международный конгресс, посвященный картофелю. И там было разнообразие сортов. Представляли каждая фирма, каждый институт представляли свои созданные, в своих условиях сорта. Так вот, мы тоже участвовали в этом конгрессе. Получили там серебряную медаль за создание наших сортов и выращивание. Я хочу сказать, что мы выглядели лучше, чем голландцы. Наши сорта выглядели лучше, чем голландцы. Там были и корейцы, которые представили свои интересные сорта. Вот, кстати, они у нас сегодня есть, пробирочную культуру мы будем включать. Два сорта, они интенсивного типа такие. Но кто хочет похудеть, в частности, может быть, и мне надо это стоит сделать. Вот эти сорта нужно есть в сыром виде, поедать в сыром виде. Тогда, как говорят корейцы, ну мы еще это посмотрим, как они говорят, можно уже активно начинать худеть, не теряя, как бы тоже тургора, не теряя, интенсивно не теряя массы тела. Так вот, а мы знаем, что 2007 год был очень сложный год. Сначала очень много выпало дождей, ливневые дожди. Переизбыток влаги привели к задыханию клубней. Вот такой вот клубень, он представлен перед вами. Вот видите, вздохнувшийся клубень. В начале сентября были температуры воздуха более 35 градусов. Вот такой вздохнувшийся клубень. Выкопали мы, и он практически попал в жару. Срочно, как бы здесь, активизировались все процессы, дыхательные процессы. Они быстро испарили влагу, дыхание было интенсивное. А если убираемый клубень друг от друга, стукнули, а в такую шару быстренько кожура нарушается, и поселяются различные болезни. Если у вас есть в огороде бактериальные болезни, есть еще и, не дай бог, нематода, такие клубни повреждаются. Ну вот я вам показываю, что здоровый клубень, есть, конечно, сухая клубень, просто он засыхает во время хранения и никаких последствий не дает. Клубни надо было... ...